Вашингтон 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 в Киеву от США и от Европы, они только подогревают конфликт. Глава российского МИДа Сергей Лавров, комментируя предложение «Единой России», напомнил, что Россия – сторонник Минских соглашений. В частности, в них говорится про отвод тяжелых видов вооружения от линии соприкосновения. Сегодня в Госдуме министр выступал на пленарном заседании. Он напомнил, что Москва примет ответные меры, если Запад не ответит на инициативу России по гарантиям безопасности, а именно не расширение НАТО на восток и прекращение военных поставок Украине. Мы готовы к любому развитию событий. Мы ни на кого не нападали, всегда нападали на нас, и всегда те, кто это делал, получал по заслуге. Поэтому спекулировать насчет того, что выкинут наши западные партнеры, которые явно находятся в таком прострации, я бы сказал, и, судя по всему, не очень знают, как им дальше вылезать из тупика, в который они сами себя загнали, я не буду спекулировать на этот счет. Отдельную реплику Лавров посвятил генсеку Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу. В понедельник тот заявил, что в НАТО готовы усилить свое присутствие в Восточной Европе, чтобы, цитата, повысить уровень безопасности в регионе. Вы знаете, я уже давно никак не рассматриваю его заявление, по-моему, он уже потерял связь с реальностью. Спасибо. В Госдепе предполагают, что Россия якобы нападет на Украину до середины февраля, и, видимо, поэтому за океаном говорят о новых санкциях. Накануне президент США Джо Байден пригрозил их вести лично против Владимира Путина. Представитель российского лидера Дмитрий Песков назвал вот эти призывы заморозить активы политически деструктивными. Да и к тому же все свои активы, как выразился Песков, Путин держит в банке «Россия», которые и так находятся под санкциями с 2014 года. В ближайшие несколько дней проект санкций в отношении российских компаний и физических лиц должны разработать в Британии. По крайней мере, так сообщает Foreign Office. Спасибо, мой коллега Арсений Молчанов, о том, как сегодня в России говорили о гарантиях безопасности, о ситуации вокруг Украины. Последние новости из Вашингтона сейчас приходят. Джо Байден принимал активное участие в подготовке ответа США на предложения по гарантиям безопасности. Это сейчас сообщает Энтони Блинкин, госсекретарь Соединенных Штатов Америки. Он, я напомню, проводит пресс-конференцию. США обсуждают с союзниками поставки газа в Европу в случае обострения в Украине. И также США считают, что дальнейшее развитие событий вокруг Украины зависит от России. Я напомню, это слова Энтони Блинкина, госсекретаря США, который сейчас проводит в Вашингтоне пресс-конференцию. Мы все еще ждем срочную пресс-конференцию генсека НАТО Йенса Столтенберга. Она, напомню, была назначена на 21.00 по московскому времени, но пока еще не началась. Обсудим последние новости со специальным корреспондентом издательского дома «Коммерсант» Владимир Соловьев присоединяется к нашему эфиру. Владимир, приветствуем. Да, добрый вечер. Пока достаточно скупая информация о том, какой ответ был предоставлен России на предложение по гарантиям безопасности. Точно мы ничего не узнаем. США не хочет публичности. Но вот из того, что есть эта информация, она позволяет понять, в какую сторону дальше будет продолжаться дипломатический диалог России-США? Ну, во-первых, я бы не сказал, что мы ничего не узнаем. Да, Лавров, российский министр иностранных дел, заявил, что если Соединенные Штаты будут настаивать на том, чтобы не публиковать переданные им документы, переданный им ответ, то этого сделано не будет. Но он отметил в то же время, что общественность будет проинформирована о содержании этих предложений. Поэтому какое-то, видимо, что-то дипломаты все-таки подсветят. И в ближайшее время, как заявил Энтони Блинкин, планируются контакты, его контакты с Сергеем Лавровым снова, чтобы обсудить уже поступивший американский ответ. Ожидается натовский ответ, возможно, что-то об этом скажет Столтенберг. Но вообще сегодня, конечно, безумный в этом смысле день, день сплошной дипломатии, потому что вот пока в эти минуты еще продолжается встреча политических советников, лидеров стран нормандской четверки. Дмитрий Казак, замглавы Кремлевской администрации, сейчас находится во французской столице, глава офиса президента Украины Андрей Ермак там же и представители Германии и Франции. Они уже беседуют с двух часов дня по московскому времени. Это довольно впечатляющий переговорный марафон. Кроме того, сегодня трехсторонняя контактная группа провела по урегулированию ситуации на востоке Украины, провела онлайн-встречу. Но ее итоги пока тоже полностью неизвестны. И там, насколько я понимаю, очень осторожно вели себя делегации в ожидании больших решений. И вот сегодня же появились эти предложения. Но я бы ожидал все-таки дальнейших переговоров и пока не ждал бы резких движений вокруг Украины. Ну, я хочу, Володь, добавить, что сейчас ожидает начало пресс-конференции в Париже наш европейский корреспондент Сурен Мативасян. Ждет появления Дмитрия Казака с какими-то подробностями о встрече на «Нормандской четверке». Как ты думаешь, последний раз, насколько я помню, «Нормандская четверка» заседала, кажется, осенью прошлого года. Вот после этого перерыва, столько месяцев, многое поменялось. Сейчас какие-то конкретные шаги продвижения мы можем ждать от этой встречи? Мы можем и не можем, потому что эти переговоры, они известны тем, что в них нельзя положиться ни на что. Даже на документы, которые согласованы и подписаны. Подпись может быть отозвана в любой момент под влиянием каких-то обстоятельств. Но перед этими переговорами было все-таки объявлено о том, что будут обсуждаться Минские соглашения. Андрей Ермак сказал, что он пройдет по каждому пункту, готов пройти, украинская сторона готова пройти, готова представить свою позицию. Но дело в том, что эти переговоры и стали таким отчасти жаропонижающим на фоне горячих новостей об Украине, на фоне разогнанных ожиданий о начале большой войны. Они действительно, как бы, возвращение к какой-то нормальности. Но договориться будет крайне сложно, потому что выполнение Минских соглашений, а речь идет о комплексе мер по выполнению Минских соглашений, этот документ открыт, и любой может с ним ознакомиться. Это небольшой документ, на первый взгляд несложный, но там есть целый ряд принципиальных моментов, с которыми не согласна украинская сторона. Например, она бы хотела сначала получить контроль над неподконтрольным ей сегментом границы с Россией, и которую утратила в 2014 году, а потом провести выборы местной власти в Донбассе. Но в этих соглашениях указана другая последовательность. Сначала выборы, то есть сначала должна быть создана в Донбассе легитимная власть, которую признает Киев, и у которой будет своя силовая компонента в виде народной милиции, потом только разрешат центральным властям восстановить тот самый контроль. Это своего рода такая страховка. И здесь они не сходятся. Я уже не говорю о том, что украинская сторона категорически не хочет, и об этом заявлял Зеленский неоднократно, категорически не хочет менять Конституцию и оформлять законодательно особый статус для Донбасса в составе Украины. И это связано в том числе с тем, что такие шаги, они будут крайне болезненно восприняты вот той пассионарной, где-то даже националистической частью украинского общества, которая себя за время президентства Зеленского не раз показывала. И я думаю, что украинская власть, команда президента считается с позицией вот этой части общества. И тем более, что очевидно, Зеленский думает о втором сроке, и непопулярные шаги ему не нужны. Что говорит, что дает определенную надежду на то, что может что-то сдвинуться? Это тот факт, что в США активно включились переговорный процесс и, судя по всему, довольно, ну, если не давить, то пытаются повлиять на Киев, чтобы движение по Минскому соглашениям началось и, соответственно, напряжение, созданное, начало рассасываться. Да, Владимир, большое спасибо. Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсант» Владимир Соловьев был с нами на прямой связи. Мы продолжаем следить за обновлениями из Вашингтона, где Энтони Блинкин, госсекретарь США, выступает на пресс-конференции. Он также заявил сейчас, что США не отступят от практики, от принципа открытых дверей в НАТО. Это он об ответе на предложение России гарантии безопасности, что, наверное, было, конечно, ожидаемо. И он также надеется, что Соединенным Штатам не придется воспользоваться всеми силами, которые в Европе сейчас размещены для урегулирования ситуации в Украине. Но еще хочется пару слов об экономике сказать. Конечно, стоит следить за курсом рубля на фоне всех этих новостей. Пока он реагирует, рубль, слабо. На новости получения российской стороны ответа Вашингтона на предложение по гарантиям безопасности. Курс доллара растет, но не сильно, чуть больше 1%. Курс евро примерно в той же динамике сейчас также растет. Последние новости. Ответ НАТО на предложение России по гарантиям безопасности пока не будет опубликован. Об этом сообщает агентство DPA. Сейчас все в ожидании пресс-конференции генсека НАТО Йенса Столтенберга. Ну и пока из подробностей об ответе НАТО на предложение по гарантиям безопасности. Это то, что они не содержат больших уступок. Это также сообщает агентство DPA. Ну вот это и последние новости. Обсудим сейчас с Андреем Куртуновым, гендиректором Российского совета по международным делам. Он присоединяется к нашему эфиру. Андрей Вадимович, добрый вечер. Здравствуйте. Исходя из того, что мы сейчас уже услышали от госсекретаря Энтони Блинкина, что можно сказать о том, чего ждать от дальнейших дипломатических контактов России-США? Ну, можно предположить, что по некоторым вопросам НАТО и Соединенные Штаты готовы идти навстречу России. Ну, например, можно обсуждать моратории на размещение нового поколения ракет средней и меньшей дальности в Европе. Можно говорить о восстановлении полноценной работы Совета России-НАТО. Может быть, даже включая его военные измерения. Наверное, можно ставить вопрос о создании некой буферной зоны между Россией и НАТО с особыми правилами для ведения военной деятельности, с особыми правилами для транспарентности, по горячим линиям и так далее. Но ясно, что основные российские требования, дать юридически обязывающие гарантии непродвижения НАТО на восток, приняты не будут. Ну и, наверное, особых надежд на то, что они будут приняты, не должно было быть, поскольку реализация этих требований требует фактически заново переписать учредительный договор Североатлантического блока 1949 года, ратифицировать этот новый договор во всех 30 парламентах стран-фленов НАТО. Естественно, что это то, к чему наши западные соседи, по всей видимости, не готовы. Андрей Владимирович, ну вот как раз подтверждение Ваших слов, последняя новость также приходит от агентства ДПС, что НАТО готово обсуждать как раз разоружение и контроль над вооружениями в Европе. Вот учитывая то, что основные требования России по гарантии безопасности, как Вы сказали, скорее всего, приняты, не были, Как ответит теперь Россия? Или она воспользуется тем, что США попросили не придавать огласки и их ответы, и это можно как-то спустить на тормозах, что ли, по крайней мере, для внутреннего рынка, для граждан России? Ну, фактически, у России есть два варианта ответа на американскую и западную реакцию. То есть, первый вариант – это идти дальше, исходя из принципа «все или ничего». И если российские требования в полном объеме не удовлетворены, то, значит, как бы не о чем разговаривать. Значит, мы переходим к военно-технической реакции на продвижение НАТО на восток, то есть создаем для стран НАТО угрозы, аналогичные тем вызовам, которые они создают в наших границах. Это вот первый такой путь, я бы сказал бы, жесткая реакция, которая минимизирует дальнейшую дипломатическую работу, делает ставку на национальные военно-технические средства, парирование угрозы. Но проблема с таким подходом состоит в том, что, конечно, мы можем сильно осложнить жизнь и Соединенным Штатам, и другим странам НАТО, но это едва ли укрепит нашу собственную безопасность. То есть это закручивание спирали гонки вооружения, спирали эскалации со всеми рисками, которые из этого вытекают. Второй вариант ответа более гибкий, он предполагает согласие на ведение переговоров по тем конкретным вопросам, где наметилось некое сближение позиций России и НАТО. И вот действительно таких вопросов, таких проблем можно найти, наверное, не так мало. По каким-то из них можно вести двусторонний диалог между Соединенными Штатами России. Какие-то из них потребуют работы в многостороннем формате, может быть, в рамках какого-то обновленного совета России и НАТО. То есть есть выбор между двумя этими вариантами, пока что этот выбор не сделан, насколько я могу сказать. Возвращаясь к первому вашему варианту, получается, своим военно-техническим ответом Россия как бы передаст мяч на сторону США. А каким может быть ответ США на это? Получается, снова мы увидим санкции, если это будет ответ некомфортный для безопасности Соединенных Штатов или НАТО? Ну, конечно, вот каждое действие рождает противодействие. На американские акции будут наши акции, а на наши решения будут соответствующие решения Соединенных Штатов и других стран Запада. Ну, например, если Россия захочет разместить какие-то современные системы вооружений, скажем, на Кубе, то, скорее всего, последуют жесткие санкции и в отношении Кубы, и в отношении Российской Федерации. Если мы начнем усиливать наше военное присутствие по линии соприкосновения России и НАТО, то НАТО, по всей видимости, тоже будет пересматривать нынешние свои планы в пользу их расширения и масштабирования. То есть это, конечно, такая игра, которая может кончиться очень неприятно, если исходить из того, что ни одна из сторон не готова на уступки, и каждая намеревается стоять до конца, доказать, что именно она сморгнет последней. Ну, такое в истории было, и, в общем, в итоге все-таки стороны, как правило, приходили к пониманию, что надо договариваться. Андрей Вадимович, вот как раз может ли Россия сконцентрироваться на позитивной, что ли, повестке, поняв, что какие-то требования выполнены точно не будут, и просто продолжать разговор о, например, размещении ракет средней и меньшей дальности в Европе? Может ли довольствоваться этим Россия? Ну, я думаю, что, по крайней мере, исключать такого варианта мы не можем. Понятно, что это не совсем то, чего Россия хотела получить, но легких путей не существует. Может быть, имеет смысл пойти по пути начала новых переговоров о сокращении обычных вооружений и вооруженных сил в Европе, то есть подумать о новом договоре типа «да все», «да все два». Понятно, что это будет договор совершенно другой, но, тем не менее, получилось же раньше договориться, и, в общем, сегодня, даже при всех наших плохих отношениях к Западам, но общий военный потенциал НАТО, 30 стран НАТО, он существенно ниже, чем был потенциал 16 стран НАТО в 1990 году. То есть чего-то мы все-таки добились, и, наверное, этот путь нельзя сразу отметать как неприемлемый. Андрей Вадимович, наверное, последний вопрос. Сегодня Россия предложила, вернее, решила подумать о передаче непризнанным республикам Донбасса оружие в ответ на якобы концентрацию вооружений Украины около границ этих самых республик. Вот какую реакцию это может спровоцировать, если все-таки вооружение будет так открыто передано? Ну, мне кажется, что самая главная угроза, которая сейчас существует, это не угроза российского вторжения, а угроза того, что окончательно будут похоронены Минские соглашения. И, конечно, оппоненты этих соглашений всегда ищут повод, за что бы зацепиться и обвинить другую сторону в их нарушении. Поэтому вот такое явное и масштабное военное содействие непризнанным республикам, конечно, будет использовано Киевом для того, чтобы сказать, ну, посмотрите, Москва не выполняет Минские соглашения, Москва фактически потакает с сепаратистам, поэтому и мы не считаем себя обязанным выполнять эти соглашения. И это, конечно, опасность, которую мы должны учитывать. Андрей Вадимович, большое спасибо. Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кыртунов был в прямом эфире.